МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Джокович, Надаль, Федерер, сёстры Уильямс, Шарапова. Андрей Горибян вспоминает, на чьих матчах ему довелось работать. Его карьера как международника начинается с 90-х. Марии подсуживали Шараповой? Нет, у нас так не принято. Не удалось побывать на Ролангаруче, а на всех остальных трёх и не раз был. Австралия на Оупен, Уимблдон и Йос Оупен. Сейчас судья международного класса прилетел в Хабаровск на проведение всероссийского турнира по теннису высшей категории. Выше лишь первенства России. Девногорск, Павловский посад, а Рамиль впервые в Хабаровском теннисном турнире представлена столь широчайшая география. Из Сургута, Ростова-на-Дону, Калининград, Дочебоксары, Новокузнецк. Я с Москвы. Я с Томска. С Красноярска. И теннисисты из городов Дальнего Востока, конечно же, тоже заявились на рейтинговый турнир. А у вас в городе часто проводятся вот такого уровня турниры? Ну, обычно сколько раз в год? Ну, один-два в Москве. У нас один раз в год в Красноярске первая категория проводится. В Томске никогда не проводились первые категории, только третьи. Эти 14-летние участницы – потенциальная тройка фаворитов данных соревнований. Дальневосточный турнирный календарь выстроен так, что сразу после Хабаровска практически все 70 человек, и местных, и приезжих, вылетают во Владивосток на русский остров. Сейчас принято, на мой взгляд, очень правильное решение развивать теннис на Дальнем Востоке. И вот идет сейчас связка турниров Хабаровск-Левосток. Насколько я знаю, в сентябре будет связка Хабаровск-Южно-Сахалинск и так далее. Это очень хорошая возможность, во-первых, для местных ребят дальневосточных посмотреть на ребят с европейской части России, ну и плюс заработать большое количество классификационных очков. Хабаровск созрел уже к проведению таких мероприятий. Не хватало базы. Ну вот у нас 4 года назад была построена великолепная база зимняя. Я, правда, честно говорю, за что уже ни разу не видел, чтобы корты были в торговом центре. Ну и, на мой взгляд, это так и креативно, потому что дети могут между матчами сходить там и в магазин, и пошопиться. Фудкорты здесь рядом? Да, фудкорты рядом, так что... Голодными не останутся? Заместитель Шамиля Торпищева, президента Федерации российского тенниса Владимир Лазарев, прилетел в Хабаровск на финальную серию игр. То, что условия проживания питания взяла на себя Федерация Тенниса России, это существенно облегчило такое финансовое время, которое несут родители, приезжая сюда, на Дальний Восток. Такая поддержка в среднем экономит бюджет родителей на 50 тысяч рублей. Приятно, что Федерация Тенниса России, она как бы идет на восток, развивает теннис. Мы учли пожелания тоже Федерации Тенниса России и вышли как бы на новый уровень. Сейчас ведется онлайн-трансляция матчей, что важно для родителей, для тренеров тех теннисистов, которые приехали из западной части нашей страны. И теннисисты потом пересматривают свои игры, так как на эмоциях... Тяжело оценить ситуацию. Вообще, насколько вот сильные, что получается в финалах, кто? Ну, в финалах осталось две девочки, одна с Павловского посада, другая с Тюбоксаров. Ты видишь новый уровень, то есть видишь, к чему нужно стремиться. Это новый опыт, а опыт всегда хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»!